Всем привет, наши дорогие зрители и подпишки канала. Вы, как всегда, на канале Семья на чемоданах. С вами я, Славян. Мы, как всегда, в полном составе продолжаем путешествовать по Шри-Ланке. И сегодня мы отправимся в историческое место, которое называется Форт Гале. Оно находится недалеко от нас. Наша задача там погулять. Очень хочется запустить дрон, потому что там очень красиво. Там есть интереснейший и красивый маяк, который на всех фотографиях здесь на Шри-Ланке указан. Это одна из главных достопримечательностей. В общем, будет максимально заряженный выпуск. Поставьте лайки, пишите комментарии и погнали в новый классный выпуск. А начинаем мы этот выпуск с покупки сим-карты. Настен, пойдем вот здесь узнаем. Здесь есть табличка, что есть типа диалог. Но нам нужен другой оператор. Mobitel. Нет, Mobitel его тоже есть. Вот они все операторы. Сейчас узнаем, что почем и что-нибудь возьмем. Ну что, мы купили сим-карту. Взяли Mobitel по стоимости 3000 рупий. Там 20 гигов. За 5000 рупий можно было взять 60 гигов. Но мы не стали заморачиваться. Два отсадки должно хватить однозначно на месте, учитывая, что мы постоянно пользуемся Wi-Fi. Возьмем. Вот, сейчас нужно нам поймать вот такой вот автобус. Джиндж. Грейзи басик и отправиться до Гале. Так, едет наш автобус. Сейчас мы попробуем его тормознуть. Останавливается он здесь, нет? Да, останавливается. Стой! Заднюю дверь давай, пойдем в заднюю. А, не, давай сюда, окей. Иди сюда. Так что, залетаем. 300 рупий, нам надо всех доехать до Гале. Прикольно у них панели украшены. И это в каждом. Ну вот мы и добрались. Добро пожаловать. Как говорится, welcome в Форт Гале. Здесь огромнейшая остановка этих басов. Здесь огромное количество привозят на экскурсию. Вот, собственно, сам форт. Вот она, башня с часами. По эту сторону реки шикарнейший сквер, где очень много тенька. Кстати, это неплохо. Под музыку идем, представляете? Играет музыка. Там установлена какая-то гигантская стена. Видимо, проходит какой-то фестиваль. Сейчас туда пройдем. Посмотрим, что там. Вот немножко вам сцену фестиваля. Видите, палатки всякие установлены. Не знаю, что это такое. Вот бренд из кафе. Это не реклама, это просто я показываю. Так, здесь вот есть такие палатки, но ничего не функционирует пока. А, ну вот, собственно. Фуд энд мюзик фестиваль. The bigger food энд мюзик фестиваль. Вот. И вот он, вход туда. Давай. Чеба, посмотрим. А, ну это, видимо, только разыгрывается. Видите, как долго фестиваля-то еще нету. Ну, атмосферно. Оживленный перегресток в Гале. Мы идем найти шапки или купить зонтик. Все весны ходят зонтами. Идем по какой-то улице. Такое ощущение, что рядом ЖД-вокзал, потому что вот стоят поезда английские. Купили воду, все смочились. Жарко. Прямо серьезно. Такое ощущение, что, знаете, сейчас мы находимся в Сочи. Июль. И это максимальный пик жары. Заходим на территорию, видите, старого города. Здесь старый маяк, старый город. В общем, все старинное-старинное. Очень атмосферно все выглядит. И здесь на входе сразу тук-тукеры предлагают свои услуги. Говорит, 2000 прогулка часовая на тук-туке. Потом говорит, 1500 он еще предложил. Вот. А вот, собственно, вся карта. Что здесь вообще находится. Огромная-огромная территория. Вот тут вот, вот тут вот самое интересное. Это как раз стоит маяк. Я его уже видел издалека. Хочу показать местные. Смотрите, играют в лапту. Смотрите, как прикольно. Улетел. Как я понимаю, это въездные ворота в форт Галле. Такая арка. И здесь слева находится книжный магазин. Какой-то бутик. То ли музей, то ли что. Есть лестницы, поднимающиеся наверх. Что это такое? А, вон, бук, букшоп и реплика. Что-то, какая-то реплика. Ну, давайте попробуем, посмотрим. Так. А, здесь открытки. И всякие разные вот книжки, собственно. Такая мини-библиотека. Атмосферно очень. Возможно, когда-то здесь какой-то бар и ресторан. Ну, и, собственно, мы попадаем в сам порт Галле. Здесь, кстати, интересный знак, что в сигнале здесь запрещено. Не знаю, с чем это связано. Но вот как-то так. И сразу перед нами первое очень древнее-древнее дерево. Вот эти деревья такие растут на берегу океана. И говорят, как говорят местные, что именно эти деревья спасли от сильных разрушений Шри-Ланку в 2004 году в некоторых местах. Вообще, в 16 веке португальцы построили этот город. Поэтому здесь, собственно, такая архитектура европейская. Мы не были никогда в Европе, но примерно там, судя по фотографиям, по картинкам, мы, конечно, все понимаем. И вот, собственно, это дерево. Видите, как все качается. Не знаю, как это дерево называется, но оно, конечно, очень-очень красивое и прикольное. Вон, вроде как на Лиане катается. Сразу за деревом, кстати, есть такой рыночек картин. Сейчас мы тоже туда сходим, посмотрим. Видите, как красота. Вот он рынок. Здесь. Опа. Вот так вот все, видите? Ланкицы выставляют, можно что-то купить. Вот это вот, кстати, это кокосовая посуда. Артем, вот. Это сделано из кокоса. Мякоть вытаскиваешь, лаком покрываешь. Вот такие тарелочки получаются. Это все-все, абсолютно все ручная работа. Есть подносы. Есть такие вот мордашки. Не знаю, что они значат. Наверное, какие-то боги и прочее. И шикарнейшие, огромные-огромные картины. Есть чайки, котлы, казаны. Вон, как вы видите. Или что, я не знаю, то ли ваза, то ли что. Это там весь музей геобарит, знаете, ребята? Ну да, да, да. Вот, и картины. 3D, кстати. Смотрите, какую красоту они делают. Это, чтобы вы понимали, это кокос. Ничего себе. Вот так вот. А вот, собственно, тарелочки. Из половинки кокоса. Получается, что это рынок, огромный рынок, огромного хандмея. Вот кто здесь будет, обязательно приходите. Мы тут в Мирошке купили вот такой вот... Китайский мотоцикл. Китайский мотоцикл за 300 рублей. Ну, просто он схватил и все, и ни в какую не отдает. А там как бы у него, если ты что-то покупаешь, принимаешь счастье в благотворительности. Я говорю, ну, Мирошка знает, что брать. Вот, и как бы все. Двигаемся дальше. Помещение, помещение. Тук-тукеры. Кстати, хочу рассказать прикол насчет тук-тука. Мы в итоге взяли тук-тук. В самом начале здесь он стоит 1000 рупий. Кто-то просит от полторы, кто-то две, как я ранее не говорил. Часовая экскурсия. И мы доехали до маяка, прикиньте. И поняли, что это такая шляпа, потому что вот он здесь по этим улицам проехал, и мы как бы ничего не походили, не потрогали, не пощупали, и получается, что неинтересно. В итоге мы там ему отдали 1000 рупий и вернулись пешком обратно, чтобы начать уже ходить и все изучать. Ну вот сами посмотрите, вот такие вот классные-классные старинные здания, вот эти арки, вот эти огромнейшие двери и огромнейшие окна. Посмотрите, каких годов эти постройки, я не знаю, но смотрятся очень круто. Здесь, кстати, есть вот еще полицейский участок, написано полиция, баракс, барак полиции, полицейский барак. 1927 год, видимо, это построено здание, представляете? Вот, его, конечно, реставрируют, видно, что он в очень хорошем состоянии, либо это, знаете что, либо это, подождите, парни, либо это полицейский музей, возможно. Кстати, о птичках. Давайте посмотрим. Вот здесь, видите, формы, видимо, в каком-то году вот так вот выглядели здесь полицейские. Вот еще, вот еще стоят вот такие вот, ну да, картины и еще один. Вот здание уже заброшенное. К сожалению, возможно, будет реставрация когда-то и будет великолепно. Сейчас, кстати, начнется сквер, почему я знаю, потому что мы там уже были, мы там проехались, потом обратно прошли ногами. И вот тут вот, вот тут вот виднеется уже маяк. Хочу сказать, что маяк невероятно красивый, он так шикарно выглядит, поэтому ни в коем случае не переключайтесь. Сейчас я вам все покажу. А вот в этом здании здесь находится ресторанчик. Вот и начинается сквер. Вон туда сейчас обязательно пойдем. А здесь вот, пожалуйста, ресторан. У них летняя такая терраса. И поднимаемся на оборонительную стену, где, кстати, стоит пушка. Смотрите, как это смотрится. вон, буддийский храм белый у Наватуна. Пляж Джангл Бич, где мы тоже были. Обязательно посмотрите. Трасса, дорога, остатки оборонительной крепости вот в море. Видите? Там на той стороне еще пушка. Ну и, собственно, океан. А вот он, пляж, где купается огромное количество местных. Мы тоже туда уже подходили. Сейчас вместе с вами туда подойдем. сейчас отошли немножко от маяка. Идем по улице, которая называется Редлар Стрит. Да, все правильно я сказал. Вот они, картины. Вот, кстати, у них вот так вот рыбаки ловят рыбу вот на таких каких-то интереснейших конструкциях. В общем, эта улица, она чисто заточена под магазины и не дешевая. Ну и вот, собственно, начинается вот этот сквер. Ну, это оборонительный, Тем. вот этот сквер, о котором я говорил и ранее. Здесь огромное количество местных ребят, которые кушают на лавочках. Причем, так интересно, они здесь сидят исключительно руками. Я бы поснимал, но мне как-то неудобно. Мне кажется, что они не поймут, типа, мол, ты что меня снимаешь, когда я засовываю свою руку в рот? Но выглядит, конечно, очень интересно. Но если вы готовы посмотреть этот шикарнейший маяк, то прямо сейчас я разворачиваю камеру и погнали. Пляж и наикрутейший маяк. Слушайте, как же мы любим маяки. Вы себе не представляете, в них есть своя энергетика, своя атмосфера, а тем более, когда они вот так вот в пальмах, вот в этих тончущие пальмы, кокосики и вид на океан. Это вообще нереальная история, конечно. Смотрите, какая красота. У него наверху стрелка, которая показывает, где север, где юг. Не знаю, можно ли туда подниматься, скорее всего, нет. Возле него, кстати, традиционно стоят ребята, которые, вот, пожалуйста, дают змей сфотографироваться. Кто-то продает мороженое. Вот тут спуск на пляж. Мы туда не пойдем, мы сейчас на пляж посмотрим под другим углом. Артем, иди сюда. И, собственно, вот информация по маяку был построен в 1938 году. Вот так вот. Здесь есть панамочки. Продают. Нам бы, конечно, не помешали бы они. Всякие разные. Так, кораблики. Такие тоже, ручная работа. И океан. Сейчас пройдемся к пляжу. Вау. Если вы готовы увидеть эту крутую водичку, то смотрите. Впервые, поскольку мы здесь, впервые видим цвет океана, потому что сегодня очень внедренное солнце. Вау. Кстати, огороженная территория. Можно забраться повыше, можно купаться здесь, и здесь, вот, собственно, огромное количество местных. Посмотрите, какой цвет воды у Нова Туна. Волны, камни разбиваются. Здесь, кстати, какой-то вход в Костал Пилбокс, но все закрыто. Не знаю, что там, но куда-то уходят туннели. Вау. Смотрите, какая красота. Да, и белый. Мы на Карибах. Шутка. Все-таки мы спустились на этот пляж. Я вам его покажу атмосферно. Очень белый песок. А потому что туда, куда мы хотим на край уйти, чтобы вот в такой Анапе не купаться, вот, нужно идти именно по пляжу. Здесь, кстати, пляж вообще интересный. Здесь не песок и не галька, а здесь вот весь пляж вот из коралл. Представляете? Шкардос. Невозможно продолжить дальше прогулку, не освежившись, поэтому мы вот все в океан зашли. Здесь шикарнейший пляжик такой. Вот, теперь мы можем продолжить наше путешествие по форту Гале, когда освежились. А вот мечеть. Не знаю, к сожалению, как она называется. Выглядит очень интересно. Да, кстати, можно и зайти вовнутрь. Мы не пойдем, а у них бассейн даже живет. А я таки что думал возле первой вот такой вот локации, думаю, для чего здесь рельсы. Там не стояло пушки. А вот сейчас я понимаю, что пушки катали по рельсам и разворачивали. Надо туда забраться. Вон они острова. Кстати, там то, что прикольно, там еще растут на этих островах пальмы. Сейчас попробую забраться. Опа! Ага, здесь вот океан, дикие пляжи, очень красиво. А вон туда уже можно поднять. Сейчас это все вместе сделаем. Здесь есть смотровая площадка. Мы сейчас тоже сюда поднимаемся. Вау! Открываются вот такие вот шикарные виды. Смотрите, какая красота. Затяжные волны. И вот отсюда, конечно, вид. Вау! мечеть, маяк, гудийский храм у Наватуна. Да, здесь, конечно, красиво. О, это что, отсюда прыгают со скалы, что ли? Ничего себе! Да! Вот, видите, как внизу. Купили мальчишкам кепки. А Мирошка сам себе выбрал вот такую вот кепку. Она причем не большая, но вот он все, он в нее вцепился. Ты вот на ней, да, сынок? И ни в какую больше ничего не хочешь. Сри-ланка. Сри-ланка, да, сынок? Туристы. Получается, что здесь вот просто гуляешь вокруг этой крепости все эти виды шикарные, да? Вот кто-то спускается вот так вот на дикие пляжи. Красота, конечно, вообще невероятная. А вон там внутри это как раз все европейская архитектура, кафешки на любой вкус и цвет. Но мы сейчас по кругу в любом случае все это дело обойдем. Там вот остатки колонн, здесь повсюду пушки стоят. А вот это все мусорные? Да, вот так вот, видите, когда-то вот так высовывали туда вот в океан и производились выстрелы. Вот табличка «Амоушен бункер номер 3» вот в этих вот здесь вот в этих камнях бункеры какие-то, прикиньте. И вот здесь вот тоже двери есть, где стоят собственно пушки тоже, чтобы подстреливаться вот с этой стороны. Мы вот здесь ходим и так прикольно с нами, короче, все здороваются, особенно дети с детьми. Для них, видимо, так интересно видеть белых людей. А мы поднимаемся, короче, здесь по лестнице, здесь вон башня с часами еще с той стороны, видите? Я думал, дрон пустить, а в итоге это воинская часть какая-то ссыкотная. Не дай бог арестуют, заберут. Незаконы по дрону строгие, хотя многие говорят, типа, летайте спокойно, но опять-таки это говорят те, у кого нет дронов, кто не летает и как оно на самом деле вообще непонятно. Ох, посмотрите, как мы высоко. Здесь по-прежнему пушки и есть, кстати, миниатюра всего этого города. Вот. Покажу вам. Смотрите. Не так, конечно, как вот у нас это делают. Не знаю, в каком году это делали, но плюс-минус похоже. Так, а где маяк? Маяк даже непонятно где. Вот им баба, вот моя. А, ну да, наверное. Вот мы шли по этой улице, а сейчас мы вот здесь. Так я сейчас вспомнил, вот подошел и вспомнил, что вот эта башня с часами, а вот она концертная площадка, где, собственно, мы находились. Вот он, автобусный вокзал с солнечными панелями. Ну и получается, плюс-минус, мы типа это, ааа, пришли. Вот вы, кстати, к нам часто пишите в комментариях, а что шапка, а что панамка, камерожки, вот купили, видите, вот купили и сколько бы не покупали, вот он делает вот так вот, понимаете, все, и прям скандал всегда из-за кепок, ему это не надо, вот, ничего носить не будет, да, сынок? Скажи, так что, так что до свидания таких комментаторов и носить я ничего не буду, пишите хоть, опишитесь. Не знаю, насколько правильно они показывают время, но по-моему, неправильно, я сейчас даже не знаю сейчас сколько времени, но масштабно и здесь, получается такая смотровая площадка на крыше, красная крыша, и мне это все очень напоминает дачу в Турции, где мы жили, ну плюс-минус такая вот архитектура, по крайней мере, знаете, по крышам, по инсталляции каких-то мужиков, да, точно прикольненько, забавно, один раз здесь побывать точно стоит очень красиво, сочетание с горами, с океаном, просто вау, да, улочки здесь, конечно, вообще прекрасны, есть заброшенные еще до сих пор, вот так реставрируй, делай любой ресторан и прям сто процентов будут люди, ну мне так кажется. Ну вот, собственно, мы и вернулись на ту улицу, с которой мы и начинали наше путешествие по этому Ford, вот эта арка, в которую мы заходили. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы решили поехать домой и подумали, что поедем на Грэйзи-Вайзе, а потом решили, что нужно узнать цену, сколько будет стоить, тук-тук, в итоге подходим, он заряжает полторашку, я говорю, ноу, я говорю, дай тысячу, он, короче, стоял, что-то мялся, мялся, я говорю, ну типа все, тогда не надо, потом начал нас догонять, типа давай, 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 типа я согласен, я говорю, нет, нам не надо, и тут вспоминаю, что мы же сегодня купили местную симку, и давай пробуем через Пикми, вот, и собственно, вот мы заказали, вот так здесь выглядит вся эта история, вот он простроил маршрут, мы совместно вот с водителем кое-как разобрались, как это делается, и здесь цена будет, как я понимаю, как я понимаю, вот 429, господи, как они, рупи, что как бы в разы дешевле, даже чуть больше, чем предлагал этот, слушайте, ну мы доехали, я вообще приятно удивлен, реально получилось 420 рупий с копейками, я ему отдал 500, как бы, там, чаевые, так сказать, мы на автобусе доехали туда за 300, зачем автобус, когда можно тук-туки за такую цену, в общем, сейчас будем дальше разбираться, как говорится, в процессе осваиваемся, привыкаем к этим ценам, и понимаем уже немножко рынок, потому что, hello, потому что где-то, вот, мы переплачиваем, а где-то вот нам подсказывают, и мы действительно, ништяк по цене проходим, вот, ну всегда вам тоже рассказываем, для того, что пользоваться пикмином, нужна была местная симка, вот купили и сразу поехали, на обед у нас традиционный, наш любимый суп, и еще я купил вот такие вот лепешки, местные, вот, они жарятся, получаются вот такие вот, надеюсь, что будут вкусные, а на десерт у нас вот такой вот, вкуснейший ананас, осталось его только нарезать, вот такая красота получилась, ананасы здесь нереально вкусные, а такие славянные лепешки сейчас пожарил, обалденные, вкусные, сам муку месил, умничка, мы едем на закат, на Телавелла бич, мы уже видим это огромное солнце, надеюсь, у нас получится сейчас увидеть закат, пап, вот и палки, дилипати, дилипати, первый раз их видим, пап, представляете, мы просто сказали ему, срочно остановись, и выбежали, а вот чуть-чуть подъезжать начали, и видели, как солнце было, круглое-круглое, огромное-огромное, и раздался, оно не в океан падает, в дымку, в дымку, так же, как у Вовки в Индии, то же самое, ну все равно невероятно, сейчас на самом деле будет игра краса, когда вот эти облака начнут раскрашиваться, невероятные цвета, обязательно сейчас дождемся, и посмотрим, вот так вот сидим, тепло безумно, красиво, тоже безумно, невероятно, воздух классный, морской, океанский, а вот, кстати, эти палки, в деле, сегодня я вам показывал на картине, вот, на них как-то залазят рыбаки, стоят и рыбачат, не знаю конкретно в чем прикол, но как-то у них так, какой классный ресторанчик, решили сейчас сюда зайти, баночку пива бахнуть, и детский сок попить, очень красивое место, прям вообще, смотрите, ванная с цветочками, москов, москов, знакомое слово прочитал, смотрите, как красиво, вообще красота, очень сильное место, все подсветочки, они включили, своя атмосфера, вау, ой, смотрите, какую красоту нам несут, вау, а ведь как круто, это вам, тема бересок, ой, 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 смотри, если какого-то скелета будешь пить, спасибо, тем вроде как тебе, спасибо, леончик, оу, Артемка удивилась, какая, говорит, у тебя папа банка будет видеть черепа, да, ну и самое главное, что все это, с невероятно прекрасным видом, с невероятными, ребята, красками, просто класс, у меня нет слов, приезжайте на Шри-Ланку, вы кайфанете, как же здесь красиво и стильно вечером, посмотрите, на каждый стол ставят вот такой подсвечник, со свечечкой, пальмочки, подсвечивается, там еще дорога, в океане перелив света, вот видимо вот этих вот гирлянд, смотрите как здорово, ну и как я и говорил, небо раскрасилось, с конечной красивыми цветами, вау, там вон звезда уже одна появилась, класс, а дети наблюдают за крабами, их там огромнейшее просто количество, вот такой вот выпуск у нас с вами получился, наконец-то мы полетали на дроне, классные кадры получились, как вам, пишите комментарии, если не поставили лайки в самом начале, прямо сейчас это сделайте, напишите комментарии в поддержке канала, сделайте репост по возможности, подписывайтесь на наши социальные сети, в Дзене, в ВК, ну и конечно же на Ютуб, и до нового видеоролика, мы отправляемся домой, пока! пока!